Я начинаю чтение Второй книги царств. И сказал ему, Давид, что произошло, расскажи мне. И тот сказал, народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его Иоаннафан. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему, — Как ты знаешь, что Саул и сын его Иоаннафан умерли? И сказал отрок, рассказывавшему ему, — Я случайно пришел на гору Гелвуйскую, и вот Саул пал на свое копье. Колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня, и я сказал, — Вот я. Он сказал мне, — Кто ты? И я сказал ему, — Я амалекитянин. Тогда он сказал мне, — Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне. И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их к господину моему сюда. Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, так же и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему, — Откуда ты? И сказал он, — Я сын пришельца Амалекитянина. Тогда Давид сказал ему, — Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня? И призвал Давид одного из отроков и сказал ему, — Пойди, убей его. И тот убил его, и он умер. И сказал к нему, Давид, — Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил, — Я убил помазанника Господня. И оплакал Давид Саула и сына его, Иоаннафана, сею плачевную песню. И повелел научить сынов из Иудинах Луку, как написано в книге праведного, и сказал, — Красота твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные. Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула. Как бы не был он помазан елеем, без крови раненых, без стука сильных, лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов были они. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное. Вторая книга царств. Глава вторая. После сего Давид попросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов Иудинах. И сказал ему Господь, иди. И сказал Давид, куда идти? И сказал он, в Хеврон. И пошел туда Давид и обе жены его, Ахинуама и Израилитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, Кармелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иовиса Галатского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иовиса Галатского сказать им, благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу и погребли его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истинною, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою. Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иевосфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галадом, и Ашуром, и Израелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. Сорок лет было Иевосфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем и царствовал два года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которой Давид царствовал в Хевроне над домом Иудином, было семь лет и шесть месяцев. И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Иевосфея, сына Саулова, из Маханаима в Гаваон. Вышел и Иоав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авенир и Иоаву, пусть встанут юноши и поиграют перед нами. И сказал Иоав, пусть встанут. И встали и пошли числом двенадцать вениамитян со стороны Иевосфея, сына Саулова, и двенадцать из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкаф-Хат-Цурим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там три сына Саруи, Иоав, и Авесса, и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серно в поле. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал, ты ли это Асаил? Тот сказал, я. И сказал ему Авенир, уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение. Но Асаил не хотел отстать от него. И повторил Авенир еще, говоря Асаилу, отстань от меня, чтоб я не поверг тебя на землю, тогда с каким лицом явлюсь я к Иоаву, брату твоему. Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотивши копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все, проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. И преследовал Иоав и Авесса Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма, что против Геаха, на дороге к пустыне Гаваонской. И собрались венями тяне вокруг Авенира, и составили одно ополчение, и стали на вершине одного холма. И воззвал Авенир к Иоаву и сказал, — Вечно ли будет пожирать меч, или ты не знаешь, что последствия будут горестные, и доколе ты не скажешь людям, чтоб они перестали преследовать братьев своих? И сказал Иоав, — Жив Бог, если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих. И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали боли израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниною всю ту ночь, и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Иоав от преследования Авенира, и собрал весь народ, и недоставало из слуг Давидовых девятнадцати человек, кроме Асаила. Слуги же Давидовы поразили Вениамитян, и людей Авенировых, палой триста шестьдесят человек, и взяли Асаила, и похоронили его в гробе отца его, что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю ночь, и на рассвете прибыл в Хеврон. Читаю вторую книгу царств, третью главу. И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида сыновья в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахиноамы из Реелитянки, а второй сын его Далуия от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелитянки. Третий — Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского. Четвертый — Адония, сын Агифы. Пятый — Сафатия, сын Авиталы. Шестой — Иефераам от Эглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне. Когда была распря между домом Саула и домом Давида, то Авенир поддерживал дом Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя. И сказал Ивосфей Авениру, — Зачем ты вошел к наложнице отца моего? Авенир же сильно разгневался на слова Ивосфея и сказал, — Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Асаула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины? То и то пусть сделает Бог Авениру и еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему. Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою, от Дана до Версавии. И не мог Ивосфей возразить Авениру, ибо боялся его. И послал Авенир от себя послов к Давиду, сказать, — Чья это земля? И еще сказать, — Заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский. И сказал Давид, — Хорошо, я заключу союз с тобою, только прошу тебя об одном, именно, ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Мелхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мною. И отправил Давид, послов к Ивосфею, сыну Саулову, сказать, — Отдай жену мою Мелхолу, которую я получил за сто краебрезаний филистимских. И послал Ивосфей, и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева. Пошел с нею и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему, — Вступай назад! И он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря, — И вчера, и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это. Ибо Господь сказал Давиду рукою раба моего Давида, я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его. То же говорил Авенир и вениамитянам, и пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желали Израиль и весь дом вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним двадцать человек, и сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду, — Я встану и пойду, и соберу к господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя. И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. И вот слуги Давидовы с Иоавом пришли из похода и принесли с собой много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Тогда Иоав и все войско, ходившие с ним, пришли. Когда Иоав и все войско, ходившие с ним, пришли, то Иоаву рассказали. Приходил Авенир, сын Ниров, к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром. Пришел Иоав к царю и сказал, что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова? Он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, и разведать все, что ты делаешь. И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром, и возвратили они его от колодези Сира без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Осоила, брата Иоава. И услышал после Давид об этом и сказал, невинен я и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его, пусть никто не остается, пусть никогда не остается дом Иоава без семени Тачивого или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе. Иоав же и брат его Авесса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Осоила в сражении у Гаваона. И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним, разделите одежды ваши и оденьтесь во вретище и плачьте над Авениром. И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря, смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников. И весь народ стал еще более плакать над ним. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день. Но Давид поклялся, говоря, то и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь. И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умершление Авенира, сына Нирова. И сказал царь слугам своим, знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья Соруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его. Цель – прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – вторая книга царств, первые три главы. Мы начинаем изучение десятой по счету книги Священного Писания. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим отношение к падению врагов. В качестве преамбулы я хочу прочесть из 24 главы книги притчи, стихи 17 и 18. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой». «Не радуйся, да не веселится сердце твое, когда упадет враг твой, когда он споткнется». Именно вот это отношение к врагу продемонстрировано в реакции Давида на весть о гибели Саула. Во Второй книге царств, в первой главе, первые четыре стиха говорят. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения Амаликитян и пробыл в Сикелаге два дня, вот на третий день приходит человек из стана Саулова, одежда на нем разодрана и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид, «Откуда ты пришел?» И сказал тот, «Я убежал из стана Израильского». И сказал ему Давид, «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал, «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло. И умерли и Саул, и сын его Иоаннафан». Как реагирует человек на весть о том, что враг его наконец-то получил возмездие за все злодеяния, за все преследования, за все притеснения Давида? Как реагирует Давид на весть о том, что Саул погиб, его уже нет в живых? Первое, что делает Давид, это устраивает траур. Стихи одиннадцатый и двенадцатый, первые главы Второй книги царств. «Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, так же и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его Иоаннафане, и о народе Господнем, и доме Израилевом, что пали они от меча». Давид устраивает траур. И это, конечно же, крайне необычно выглядит в глазах того, кто принес ему эту весть. Он, принеся весть, надеялся быть добрым вестником и, более того, надеялся на вознаграждение. Однако второе действие Давида заключается в том, что он предает наказанию того, кто, по его словам, убил помазанника. Вторая книга царств, первая глава, стихи с пятого по десятый. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему, «Как ты знаешь, что Саул и сын его Иоаннафан умерли?» И сказал отрок, рассказывавший ему, «Я случайно пришел на гору Гелвуйскую. И вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. И я сказал, «Вот я». Он сказал мне, «Кто ты?» И я сказал ему, «Я амалекитянин». Тогда он сказал мне, «Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне. И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывший на руке его, и принес их господину моему сюда». Когда Давид узнает о том, что сделал этот человек, он реагирует следующим образом. Стихи с тринадцатого по шестнадцатого. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему, «Откуда ты?» И сказал он, «Я сын пришельца, амалекитянина». Тогда Давид сказал ему, «Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня?» И призвал Давид одного из отроков, и сказал ему, «Подойди, убей его». И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид, «Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил, я убил помазанника Господня». Здесь, по ходу, очень важно задать вопрос о том, знал ли амалекитянин о статусе помазанника Господня, и можно ли было судить его на основании законов Торы. Очень важно, что в 13 стихе он говорит, «Я сын пришельца, амалекитянина». Термин «пришелец» в древнееврейском «гер» обозначает тех иноземцев, которые жили вместе с израильтянами и которые принадлежали к обществу Господню. Иными словами, они знали законы Божьи, и они знали, как следует поступать в той или иной ситуации. Потому человек этот был наказан в соответствии с уровнем знания, который у него был. Во-первых, как мы обнаружили, Давид устраивает траур, когда узнает о смерти Саула, своего врага. Во-вторых, предает наказанию того, кто, по его собственным же словам, убил помазанника Господня. В-третьих, он сочиняет плачевную песнь и повелел научить этой песне сынов Иудиных. Стихи с 17 по 27, этой же первой главы Второй книги царств. И оплакал Давид Саула и сына его Иоаннафан Асею плачевную песню, и повелел научить сынов Иудиных Луку, как написано в книге Праведного, и сказал, «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери Филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем». Без крови раненых, без стока сильных, Лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. «Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багреницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы, как пали сильные на брани! Сражен Иоаннафан на высотах твоих! Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской, как пали сильные, погибло оружие бранное». Давид не только сам печалится и находится в трауре и сочиняет плутевную песнь, он обучает этой песне сынов Иудиных, таким образом запечатлевая и пытаясь увековечить память о Сауле в грядущих поколениях. И, наконец, четвертое, что мы находим в качестве описания реакции Давида на известие о смерти Саула и на факт его смерти, заключается в том, что Давид делает жителям Иовиса Галаадского. В первой книге царств, в 31 главе, стихах с 8 по 13, описывается вначале, как поступили жители Иовиса Галаадского по отношению к телам Саула и его трех сыновей. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гилвуйской, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить осем в капищах идолов своих и народу, и положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана. И услышали жители Иовиса Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом, и поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тело сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Иовис, и сожгли их там, и взяли кости их, и погребли под дубом в Иовисе, и постились семь дней. И вот теперь реакция Давида. Вторая книга царств, 2 глава, стихи 4 по 7. И донесли Давиду, что жители Иовиса Галаадского погребли Саула, и отправил Давид послов к жителям Иовиса Галаадского сказать им, благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу, и погребли его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истинною, а я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою. Давид благословляет жителей Иовиса Галаадского за то, что они сотворили милость по отношению к Саулу, милость которой они опередили Давида, и таким образом позаботились об останках Саула. Сегодня мы рассматриваем с вами то, как Давид отнесся к известию о факте смерти, о факте гибели, поражения своего врага Саула. И это ставит перед каждым из нас вопрос. А как мы относимся к тем, кто настроен против нас? У кого недобрые чувства, недобрые слова и недобрые действия по отношению к нам? Когда с ними что-то случается, когда с врагами что-то происходит, как мы реагируем? Похожа ли наша реакция на реакцию Давида? Будем помнить, что Слово Божье еще в Ветхом Завете призывает, не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется.